Всем привет! Вы на канале Телемикс. Это программа Есть Тодей, и мы желаем вам хорошего дня, отличного настроения вместе с нашим генеральным партнером, группой предприятий Янта. Группа предприятий Янта есть вкусно? Янта – это самый лучший сине-желтый полосой, с ним и хлеб ужасно вкусный, и салатик с колбасой. Мама точно это знает, если нужен майонез, только Янту покупай, ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно. Ну что, рады приветствовать вас в нашей замечательной студии. Сегодня для вас работаем я, Татьяна Семеник, Андрей Козицкий. Будем с вами делиться полезными, интересными новостями, которые произошли в нашем городе, и не только, а также будем готовить для вас. Андрей, привет! Привет! Так рад, привет! Болтала, я уже думала, что ты одна в студии, забыла про меня. Да, действительно, сегодня вот таким вот прекрасным дуэтом вновь врываемся в вашу жизнь, сегодня будем готовить. Таня правильно сказала, что подбираем интересные и необычные новости, делимся, рассказываем. Уверена, что кому-то из вас это интересно, кто будет узнавать что-то новое. А что сегодня будем готовить, Таня? Сегодня мы приготовим тосты, бутерброды, назовем их так, будет у нас хлебушек, положим мы туда красную рыбу. Впервые сделаю яйцо пашот новым способом, до этого я делала не очень правильным, как оказалось. В салфановый пакет вбивала яйцо и опускала в кипящую воду, ну такой, знаешь, быстрый вариант. Но он оказывается очень-очень вредный. Вот, да. Мы за здоровье. Мы, да, за здоровье, поэтому сегодня будем экспериментировать вместе с вами. Да, поэтому если вдруг не получится, то наши тосты будут без яйца. Будут, да, просто без яйца. Так вам подобятся помидоры. Да, и помидоры, и творожный сыр. Творожный сыр. И что еще? Вот такая длинная штучка. Вот это рыбка. Рыбка, все. Красненькая. Красненькая рыбка. Приморская. То есть все, обычный быстрый завтрак, быстрый перекус, все как рубрика «Ленивый кулинар» продолжает. Да, да. Это очень хорошо, потому что я тоже люблю быстрые блюда. Чем быстрее, тем лучше. Тем более здесь из ингредиентов все, что я ем. Знаешь, Андрей, самое интересное, что самая быстрая еда, она считается самой полезной. Вот так вот. Да. Поэтому когда мы долго там начинаем что-то выдумывать, сделать разные соусы, они зачастую не полезны. Поэтому еда должна быть простой и вкусной. Вот так вот. Наш лозунг. Сегодня именно так и будет, да. Лозунг от Татьяны Семеник «Вкусная, быстрая и полезная еда». Тань, готовить мы начнем совсем скоро. Для начала, по традиции, тебе и всем нашим телезрителям я предлагаю недолго прерываться. Посмотреть небольшой информационный блок, узнать все о важных событиях нашего города, которые происходят не только в нем, но и за его пределами. После вернуться вновь к нам в студию, начать готовить и делиться теми новостями, которые произошли уже не в нашем городе, а за его пределами. А пока новости на канале Телемикс не переключайтесь. Итак, ну что, вернулись после информационного блока. Это значит, что у нас в руках... А, все, мы без тостера, да, это будем делать? Да, ну вот так, что делать? Технологии обошли нас. Будем, да, будем подручными средствами обходиться. Обжарим хлеб, как старые добрые времена. Сильно обжариваем или так? Нет, знаешь, до золотистой корочки, чтобы он такой, знаешь, хрустящий был. Хорошо. А что бы мы делали дальше? Рыбку как бы резать или что? Да, рыбку мы порежем, достаточно так красиво, я думаю, тоненько, не толстыми, или толстыми кусочками. Как хочешь. А как ты, Андрей, бы съел? Как бы ты хотел? Я бы этот кусок просто бы взял и съел бы. Взял и съел целый. Мне, в принципе, резать не надо, да. Вот, ладно, пока обжаривается, да, тостера у нас нет, поэтому технологии обошли нашу студию стороной, но технологии не обходят стороной, между прочим, ставропольских врачей. Так вот, что появилось в Ставрополе? Голосовой помощник будет заполнять документы вместо ставропольских врачей. Здорово. Здорово, да. Технологию голосового набора документов внедрили в Ставропольской краевой клинической больницы. Особенность программы заключается в том, что она распознает не только обыденную речь, но и сложные медицинские термины. Вот, знаешь, прежде чем продолжить, хочется даже не дочистовала еще новость, но интересно, вот рецепты, может быть, тоже будет голосовой записывать помощник, потому что рецепты, когда врачи иногда выписывают, уже, знаешь, бытует только у меня, что смотришь, и врачи только друг друга понимают, что они там написали. Согласна, да, да. Теперь вот технологии голосового набора. Теперь врачам не нужно будет тратить драгоценное время на заполнение бумаг вручную, так как такой метод позволяет заполнить документы в полтора-три раза быстрее. Вот так вот сообщили Управление по информполитике и правительство Ставропольского края. Достаточно прояснить тот или иной текст слух, и программа сама превратит его в электронный документ. Вот так я об этом мечтал, хотел сказать, в школе, нет, в институте на лекциях. Во-первых, на втором образовании, да, чтобы просто что-то говорилось, и оно все записывалось. Вот, теперь в Ставрополье есть такая возможность. Здорово. Я уже думаю, что надо было бы ввести это в остальных больницах вообще, в принципе, везде. Вот такая новость пришла к нам из Ставрополя. Это очень хорошо. Все-таки врачи берем на вооружение, потому что, вот, честно, и вам проще, и нам спокойнее. И нам тоже, да, спокойнее. И еще, говорю, если будут рецепты от врачей печатными буквами, то это вообще будет просто идеально. Ну что же, от такой прекрасной врачебной медицинской новости мы переходим к нашему опросу. Мы как всегда выходим на УД, спрашиваем у наших горожан. Интересные моментики. Что они отвечают, узнаем прямо сейчас. Не переключайтесь, скоро вернемся и продолжим. Да. А сами придумываете как-то рецепты? Может быть, у вас своя книга рецептов? Или любите по телевизору что-то симпатичное? В инстаграме что-нибудь смотрю, так, выискиваю. Конечно, люблю. У меня еще с детства есть тетрадка, в которой я храню еще, ну, можно сказать, чуть ли не бабушкины рецепты. А сейчас перешла на более современное сохранение. У меня есть свой специальный индивидуальный рецепт, разработанный мной, который так и называется – Катины шарнишки. А вы где-нибудь выкладывали, может, его под таким названием? Или это как выкладывали? Нет, нет, под таким названием я его не выкладывала, но я его выкладывала когда-то и в Одноклассниках давно-давно и в Инстаграме как-то выкладывала тоже рецепт. И, кстати, было очень много комментариев и отзывов, что очень простой, легкий, ингредиенты очень хорошие, простые и очень вкусно. Я мама-бабушка, поэтому да. А где рецепты обычно берете? Или, может быть, есть свои собранные тетрадочки? И свои записи в интернете беру и с подробными меняюсь. Все женщины любят готовить. Вот недавно я из винегрета делала, ну, винегрет такой с селедочкой, то есть без капусты. Морковочка, свекла и селедочка. И там весь принцип был в соусе. Там такой соус интересный был. Значит, в нем нужно было смешать ложку меда, ложку масла. И туда яблоко еще покрышить зеленое. И еще что еще? И горчички немножечко. Все это смешивается, лимонным соком заливается. Очень вкусно. Я и мариную, и готовлю, поэтому закрываю банки. Поэтому есть и, конечно. Итак, вот такие ответы послушали от наших горожан, от наших зрителей. Ты сама вот любишь, Тань, готовить? Ну, знаешь, я бы так сказала, 50 на 50. Я человек настроения. Если у меня есть вот классное настроение, то я могу что-то, знаешь, вкусное, интересное приготовить, там, прям покулинарить. А когда у меня настроения нет, то это все достаточно простое, обыденное, потому что надо. Сегодня настроение? Да, сегодня настроение. Это хорошо. Знаешь, несмотря ни на что, снег идет, это потрясающе, это здорово, зима приходит. Зима приходит. Любишь зиму, вот честно? Ты знаешь, Андрей, мне кажется, это как и у многих, да, периодами, да, ты вот ждешь снега, ждешь вот этой новогодней сказки. И когда она заканчивается, можно сказать, там, встретил Новый год и сказал, все, ребята, хватит, давай, уже весна. Да, и наступай, пожалуйста, лето, море, солнце, пляж. Вот поговорили про готовку, про предстоящую зиму. Сейчас, да, большое количество людей сидит на удаленке до дома, как мы знаем, работают из дома большого количества специалистов. Так вот, психолог рассказал, как организовать удаленную работу, когда семья дома. Потому что бывает, да, что ты занимаешься какими-то вещами, я знаю, что большое количество юристов консультирует онлайн. И тяжело, да, когда ты что-то делаешь на заднем плане, бегает ребенок, раскрашивает стены, кто-то шумит, а жена заходит, говорит, иди кушай. Так вот, сейчас многие специалисты вынуждены трудиться дома, и что требует от них высокой гибкости и умения эффективно выстроить работу в любых условиях. О том, как грамотно организовывать рабочий процесс, вести домашние дела, а также уделять внимание детям, рассказал психолог семейного центра Хорошевский, Департамент труда и социальной защиты населения Москвы Светлана Даринских. Так вот, по мнению специалиста, семья на удаленке, это время командной работы. Можно как мешать друг другу, так и быть большой поддержкой и помощью. Вот ты как считаешь, что лучше? Второй вариант. Второй вариант. Хорошо, я не сомневался. Чтобы легко работать в домашних условиях и без больших потрясений вернуться обратно в офис, психолог советует соблюдать ряд простых правил. Поэтому, если вы сейчас находитесь в такой же ситуации, в которой рассказывает психолог, то прислушайтесь. В первую очередь рекомендуют соблюдать режим дня и не менять его, даже если появилась такая возможность. То есть, если ты ходил раньше на работу ко сми, то и просыпаешься дома в восемь и работай до обеда. Мне кажется, это очень сложно. Очень сложно, согласись. Правда, дома ты знаешь, что тебе не надо вставать на работу. Подъем по будильнику, завтрак, обед, поход в магазин, все как и во время обычного рабочего дня. Наша психика устроена таким образом, что в предсказуемой и понятной ситуации мы более спокойны и продуктивны, пояснил специалист. А далее необходимо создать комфортное рабочее место и обустроить его таким образом, чтобы оно настраивало нам нужный рабочий лад. Это я знаю по себе. То есть, дома работал над снаременом и всем остальным. Если нет подходящих условий, то ничего ты никогда не напишешь. Важную работу можно планировать на время прогулок или сна ребенка. Кроме того, психолог департамента соцзащиты напомнила об отдыхе, который необходим каждому сотруднику в самоизоляции. Поэтому даже если у вас есть небольшие перерывы, в которые мы можем сходить проветриться или поблагодарить с коллегами, эти перерывы ограничены во времени, 5-10 минут. Для дома может быть такое же правило, важно его соблюдать. Обед в семье без телефона и компьютера поможет укрепить ваши отношения и стать ближе друг к другу. Вот так вот подложил психолог. Вот, да. С одной стороны, и хорошо, но мне кажется, это очень сложно. Очень сложно. Очень. Я вот даже не представляю, да, такой график дома. Как ты говоришь, с ребенком. И тем более, да, с ребенком и все это. Поэтому... Ну, надо брать на заметку все равно, да. Общение – одно из самых главных и важных искусств. А еще есть искусство погоды. Искусство погоды. Интересно. Завуалили. Очень интересно. Что же нас ждет? Что же нас ждет? Нас ждет по-прежнему Анна Матвияс, которая знает все о погоде в нашем городе и за его пределами. Прогноз погоды. Смотрим после. Возвращаемся. Прогноз погоды на 20 ноября. В студии Анна Матвияс. Здравствуйте. О погоде все. До встречи. Итак, продолжаем. Тань, ну что, как твой процесс? Андрей, все отлично. Я вот думаю, знаешь, видела тоже один рецепт вот таких бутербродов, где помидор обжарили. Вот я думаю, стоит нам обжарить, либо сделать более такой классический вариант. Тань, здесь ты. Здесь ты у нас творишь, здесь ты у нас кулинарная фея, поэтому если хочешь, то без проблем. Я, наверное, думаю, рисковать не будет. Не будешь рисковать. Лучше сделаем, да, классический вариант. У нас будет уже одно рискованное дело, это яйца пашот, поэтому если у вас не получат помидоры и яйца, то, ну, в принципе, творожный сыр с рыбой тоже, в принципе, очень даже хорошо и неплохо. Так, новость внутреннего туризма России, да, потому что у нас сейчас большинство людей хочет путешествовать, но так как не во все страны можно выезжать, можно облетать, то вот что происходит. Итак, Арктика в один клик. Коми создаст туристическую платформу по Заполярью. Вообще, Заполярье очень такое прекрасное место, очень красивое, не знаю, люблю вообще природу. Ты как? Очень, очень, очень люблю. Очень, очень. Хорошо. Так вот, власти Республики Коми предложили создать единую туристическую платформу Арктика в один клик, в которой смогут воспользоваться все гости Заполяря. Поэтому если ты когда-то вдруг с семьей полетишь туда, захочешь путешествовать, посмотреть на прекрасный, шикарный вид, то эта платформа даст ей возможность гарантированно получить заранее заявленный стандарт качества. Идея создать такой сервис появилась у правительства в рамках подготовки к столетию образования региона, которую Республика отметит в 2021 году. Вот, с чем можно, кстати, заранее поздравить. Это заранее обычно не поздравляют. Не поздравляют, да. Да. Как пояснили в пресс-службе главы Республики Коми, ресурс будет предназначен не для информирования туристов о существующих турпродуктов, то есть, как раньше, помнишь, вы рассказали приложение, где можно там свой маршрут ставить. А, наоборот, он будет давать реальную возможность заказать в удобной и доступной для пользователя форме туристическую услугу или пакет услуг. То есть, трансфер от места и до места назначения гостиницу, турмаршрут и многое другое. Отмечается, что создание единой платформы Арктика в один клик даст серьезный толчок к развитию туризма всей арктической зоны России. Сделает Арктику доступной и удобной для путешествия как для жителей России, так и для гостей из зарубежья. Вот, я считаю, тоже новость хорошая, потому что все говорят, что вот, да, хорошо где-то за рубежом. Где-то там, да. А у нас же тоже красиво. А у нас же тоже, на самом деле, очень много красиво. Да даже если нашу взять природу, да, мне кажется, да, приморску, потому что даже я выкладывала в Инстаграм, ездила в поход здесь местный наш, где-то, где-то отдыхаешь. Я говорю, ребята, приезжайте к нам в Приморье, у нас красиво. Это не Мальдивы, это Галенки. Ну, Галенки, это не море. Я советую все-таки посетить наши достопримечательности, это наши, посмотреть пейзажи морские. Вот так вот. Да, это очень красиво. В любом случае, посетите наши морские пейзажи и вперед в Заполярье, потому что скоро будет доступна платформа Арктика в один клик. Я считаю, что это очень хорошо и очень классно. Это уже здорово, да. А еще очень здорово будет сейчас, потому что начнется реклама, у кого-то будет возможность ее посмотреть, у кого-то будет возможность отдохнуть под нее, а у кого-то будет возможность дорезать помидоры. Да, Натяна? Да. Все верно, друзья, реклама, не переключайтесь, после вернемся. Друзья, рады приветствовать всех на канале Телемикс. Телемикс, это программа Есть Тодэй. Вместе с нами этот прекрасный день встречает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта. Продукты для всей семьи. Янта – это самый лучший сине-желтый полосой. С ним и хлеб ужасно вкусный. И салатик с колбасой. Мама точно это знает. Если нужен майонез, только Янту покупай, ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно. Итак, канал Телемикс, программа Есть Тодэй. Сегодня вместе с вами в этой прекрасной, теплой и уютной студии будем работать мы. Это Татьяна Семеник. Андрей Козицкий. Да, вот таким вот дуэтом мы вновь здесь. Приятно, если вы только что к нам присоединились. И вдвойне приятнее, если вы смотрите нас с самого начала. Потому что мы сегодня готовим что, Татьяна? Мы сегодня готовим завтрак. У нас будет завтрак. Идея для завтрака. Это будут тосты с красной рыбой, с яйцом пашот. Надеюсь, это будет очень вкусно. Точнее, не надеюсь, а знаю, что это очень вкусно. Богатый, богатый завтрак у нас получается. Для начала, что мы сделали? Мы хлеб обжарили. Да, мы хлеб поджарили, намазали его творожным сыром. Сейчас порезали помидор и будем приступать к самому интересному. И самому сложному. К самому сложному, да. Да, напоминаем, что если у вас нет тостера, как и у нас, то хлеб мы просто обжариваем на сковороде с двух сторон до хрустящей корочки. Рыба у нас красненькая. Красненькая, приморская, наша местная, вкусная. Мы уже попробовали. Вот, поэтому все, давай кипятить воду. Да, Андрей, самое интересное, самое сложное. Я надеюсь, у нас все получится. Удачи нам. Тань, у тебя, скажи мне, вот дома дочь маленькая же завтракает она? Конечно. Любит завтраки или ты заставляешь? Всегда. Ну, я приучила ребенка к завтраку. Без завтрака не начинается наш день. Вот так вот? Да. А сама как завтраку? Всегда тоже завтракаю. Обязательно у меня стакан воды приучила себя, а потом уже завтрак. А супруг? А супруг завтракает только по выходным. Вот так вот. Потому что по будням я его завтраком не кормлю. Вот так. Он у меня не завтракает. Ну, в принципе, да, хорошо. А вот сейчас вот в детский сад ходите? Периодически. Периодически, знаешь, там вот если есть у меня возможность, вот сегодня она у меня со мной на работе, ей интересно посмотреть, как мама работает, набирается на опыта. Потому что она, кстати, просила, говорит, мама, можно как-нибудь я тоже поучаствую и снимусь в передаче? Так что надо нам сделать какую-нибудь рубрику, да, чтобы Милана приготовила вместе с нами. А есть хорошие рубрики, можно и готовить, а можно делать что-то интересное. Например, как в нашем следующем сюжете, то есть сквиш. Знаешь, что такое сквиш? Конечно, знаю, Андрей. Вот они, молодые, современные мамы. Ну, а для тех, кто не знает, сейчас узнаете, друзья. Смотрим, не переключаемся. Каждый год на рынке появляются все новые необычные игрушки. Когда-то в моде были бакуганы, потом стали популярны спиннеры. Сейчас признанный фаворит – сквиш. Маленькая игрушка, которая может быть выполнена в виде милой фигурки, например, героя японских мультиков или всяких вкусняшек. Согласно данным, размещенным в сети, первое упоминание о нем датировано 2014 годом. Ну, а пик спроса пришелся на 2016. Подобные игрушки относятся к популярному течению – фиджетинг. Это процесс, когда люди любых возрастов неосознанно перебирают что-то в руках. Чаще всего это вызвано желание успокоиться и, как ни парадоксально, сосредоточиться на чем-то важном. В переводе сквиш означает «топкий, вязкий». Игрушка имеет такую особенность, как восстановление первоначальной формы после сжимания. Антистрессовая функция приписывается, вероятнее всего, благодаря легким соприкосновениям кончиков пальцев и сквиша при его разжимании. Также частая игрушка обладает характерным приятным запахом. Ее можно использовать не только в качестве успокоительного средства, но и как ароматизатор, например, повесив в автомобиле. А еще подобную игрушку можно не только приобрести готовую в магазине, но и сделать самим. Отличное развлечение для вашего досуга с ребенком. Изготавливается сквиш из разных материалов, но суть остается одна. Необходим наполнитель, оболочка и милая наружность игрушки. Мы решили взять в качестве наполнителя синтепон и бумажную оболочку, на которой изобразим милого единорога. Раскрашиваем подготовленные картинки. Два зеркальных отражения одного рисунка для передней и задней части игрушки. Далее обклеиваем скотчем в каждую для блеска и надежности. Соединяем половинку, создавая подобие кармашка, оставляя отверстие для заполнения. Начиняем синтепоном и запечатываем наш самодельный сквиш. Вот такая милота получилась у нас. Если вы взрослый и решили забрать его себе, удачным вариантом будет приклеить петельку и повесить рядом с рабочим местом или в салон автомобиля. И так, ну что, продолжаем. Тань, что есть интересное? Вот мы с тобой до этого затрагивали тему путешествий. Я наткнулась на такую достаточно интересную статью. Оказывается, психологи рассказали, какие люди предпочитают места у окна в самолете. Вот расскажи, вот при выборе места, ты принципиален или тебе непринципиально, куда ты сядешь? Или заранее бронируешь? Опять же, смотри, если это самолет, то на самолетах я летаю не так часто. Ну даже когда летал, вот предпочтение. Нет, хотелось того окошка. Хотелось того окошка. Да, где выбрать. Если это поезд, которым я периодически тоже путешествовал, когда учился на втором большом образовании, то понятно, что это что-то хотелось где-то в серединке, ну вот так, и посвободнее снизу, потому что сверху я спать не люблю. Ну тут вот как раз ученые именно сделали выводы, да, про самолет. Смотри, на самом деле желание сидеть у окна может рассказать о вашей личности и не только любовь к пейзажам с высоты. Увы, одним красивым видом иллюминатора тут не ограничилось. Более того, у этого, оказалось бы, произвольного решения есть скрытые мотивы. Психологи рассказали, что можно узнать о человеке, исходя из его выбора места на борту. Конечно, сидение возле окна подарит небольшой уголок для уединения, где можно собраться с мыслями и насладиться видом. Но не только в этом дело. Если выбор места у окна выпадет, да, то это говорит о том, что человек, во-первых, эгоистичен, любит командовать и держать все под контролем. Ведь он совершенно не беспокоится о том, что ему придется поднимать своих попутчиков с места, чтобы пройтись там по салону, либо в какое-либо другое место. Пассажиры, выбирающие места у прохода, более сдержаны. Именно так считают психологи. Также они более спокойны, чем их оконный сосед. И есть кое-что еще. Пассажиры, выбирающие место в проходе, зарабатывают гораздо больше. А те, кто сидит у окна, имеют более скромный низкий доход. Так что в следующий раз при бронировании и покупке билетов не забывайте про то, что есть вот такой вот довод психологов. Ну вот я не знаю, насколько он правильный или неправильный. Вот касаемо, да, вот когда я наткнулась на эту статью, начала анализировать, есть где-то доля правды, да. Выбирая место у окошка, в свое время, ну, когда мы летим там с семьей, я зачастую сижу у окна. Но сейчас это уже дочь сидит, а до этого сюда сидела я. То есть мне нужно было любоваться пейзажем. На самом деле я не думала, как я буду, буду ли я мешать своему супругу, когда захочу выйти. Об этом я не задумалась. Тут есть доля правды, но с другой стороны как бы... Ну, с другой стороны, для чего же места у окна созданы? Да, ну, понимаешь, психологи и есть психологи. Это же целая система, да, это же не просто так. Поэтому где-то доля правды может и есть. Танечка, скажи тебе так, целая система это с первого раза приготовить яйцо пашот. Да, Андрей, уже вода закипает. Этим мы с тобой сейчас будем заниматься. Друзья, мы недолго прерываемся и после возвращаемся. Там же будем пробовать делать пашот. Получится или нет, узнаем совсем скоро. Нынешнее время разительно отличается от предыдущего. Здесь правит техника и товаром выступает информация. Подумать только, сейчас не составит труда в любую минуту найти в сети любой трек и насладиться им. Раньше же музыка была исключительно живой, что делало ее в некотором роде недоступной для любого желающего. С изобретением музыкальной шкатулки ситуация начала кардинально меняться. Первые прототипы будущих шкатулок появились еще в эпоху раннего средневековья на Арабском Востоке и Византии. В 1815 году в Швейцарии открывается первый завод по их производству. Завод выпускает шкатулки любого размера. От карманных до тех, чьи габариты можно сравнить с размером шкафа. Чем больше была шкатулка, тем громче и приятнее было ее звучание. Механизм стандартной шкатулки состоит из четырех элементов. Рукоятки, цилиндра со штырьками и плоской гребенки со станиной, на которой стоят все детали. Механизм изделия может быть ручным и заводным. Крутящаяся ручка вращает цилиндрик со штифтами. Те щипают стальную гребенку из многочисленных зубчиков, разных по длине. У более сложных изделий есть еще барабан и маленькие колокольчики. Музыкальные шкатулки всегда ассоциируются с чем-то старинным, романтичным и даже волшебным. Это не только изысканный музыкальный инструмент, но и красивый предмет интерьера. Они могут быть любой формы, размера и оформления. Раньше для изготовления одного такого устройства даже самому опытному ремесленнику требовалось около полугода. Ведь помимо всех необходимых знаний в механике, это требовало музыкального слуха и утонченного вкуса. Каждая такая шкатулка была произведением искусства ручной работы и могла служить верой и правдой даже спустя сотню лет. Итак, ну что, продолжаем наш эфир. Отлично, выкладывается рыбка у нас. Да. Это очень хорошо. Это значит, что совсем скоро, совсем скоро мы уже будем пробовать. Да. Это прекрасно. Еще один шикарный, не знаю, удивительный, великолепный, невероятный случай произошел в США. Угу. Так вот, даже не буду читать заголовок, потому что из него сразу все будет понятно. Начну издалека. Максим и Джейк Янг из Пенсильвании, что находятся в США, пожелились еще в 2016 году, дав друг другу обещание, что у них будет очень-очень большая семья. Ну, проходили месяцы, девушка не могла забеременеть, и немножечко отчаявшись, пара все-таки через год пошла и решила пройти обучение в школе приемных родителей, чтобы взять под опеку приемного ребенка или, может быть, даже нескольких детей. Угу. Потом, спустя еще некоторое время, им привезли домой троих братьев и сестренку. Малышам в тот момент было 2, 4, 11 месяцев. Спустя месяц супругам позвонили, попросили взять под опеку новорожденную сестренку детей. Таким образом, в семье разом появилось 4 младенца. То есть, уже, да, 4 ребенка. Угу. В принципе, большая семья. Все это время Максим не терял надежды стать мамой родного ребенка. Ну, и вот вместе с мужем они старались, 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 и по итогу через пару недель выяснилось, что девушка беременна. Ого. Станя, но беременна не просто беременна, а беременна четверней. Ого. Таким образом, девушка сейчас родила, и в семье 8 детей. Все, как они и хотели. Вот это ли неудивительный случай, скажи мне? Очень удивительный. Вот знаешь, здесь вот как раз просто, просто что-то, что-то как эта благодать, да, спустилась к ним. Просто, знаешь, удивительно, причем, что после усыновления сразу через несколько недель узнали, что, в принципе, и у самой пары будут свои. Ну, знаешь, я всегда восхищаюсь теми людьми, которые идут, да, на вот этот шаг, усыновляют детей, это очень здорово, всем этим людям хочется пожелать здоровья, удачи, терпения. Здорово, что есть такие люди на нашей планете. Просто, знаешь, когда читаешь про какие-то плохие, да, такие случаи, да, вот, становится страшно. Ну, тут пара, в принципе, и выглядит хорошо, знаешь, внушает доверие. Ну, и приятно, что сейчас такая вот действительно большая семья, что будет очень большое количество и братьев, и сестренок. Как ребята и мечтали. Поэтому будем только радоваться. Как твое яйцо пашот? Все, Андрей, отлично, скоро будем вынимать. Да, если не отлично, то чудеса монтажа сделают так, что увидите самый великолепный пашот в этом мире. Ну, а пока, друзья, реклама на канале Телемикс, не переключайтесь, после вернемся. Андрей, не поверишь, смотри, какая прелесть, он у нас получился. Но самое интересное в этом, да, что нужно его... Давай мы разрежем его чуточку попозже. Чуточку попозже разрежем, будет такое финальное завершение. Хорошо. Раз, смотри, достало кунжут, да, чтобы будем посыпать кунжутом. Да, чуть-чуть подцепим для красоты. Хорошо, но прежде чем это сделать, что еще одна такая небольшая новость. Итак, аналитики туристической сферы прогнозируют падение цен на проживание в отелях и апартаментах в следующем году на 17%. И назвали сейчас самые выгодные места для отпуска после пандемии. Вот так вот. Интересно, давай, давай. Я думаю, что все скучились по путешествиям, поэтому стоит, я думаю, узнать, где, что и как. Так вот, по информации немецкого туроператора Der Touristik, наиболее выгодным вариантом является остров Пхукет в Таиланде. Вот, ну, что, собственно, и было ожидаемо. Где номер обойдется в среднем чуть меньше, чем в 30 долларов за ночь. Затем эксперты отметили город Дели, что в Индии там придут заплатить в среднем 34 доллара за ночь. Далее в списке расположились столица Малайзии Куала-Лампур и индонезийский курорт Бали, где проживание обойдется в 35,5 долларов за ночь. Затем последовали Бангкок и Санкт-Петербург. Причем, что самое интересное, 43,5 доллара за ночь. Так вот, кроме того, хоть незначительно упали цены на дорогостоящие направления. Первое место, рейтинга самых дорогих мест занял Цюрик, ну, что находится в Швейцарии. Там придется за ночь выложить около 250 долларов. Второе и третье место досталось США в виде Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. 237 долларов и 231 доллар. Вот, поэтому, что, прям хочется ждать окончания пандемии и вот все-таки махнуть куда-нибудь уже отдохнуть. Уже хочется, потому что, я думаю, что все мы соскучились как и по внутреннему туризму, так, в принципе, и по международному, да. Если у нас задается платформа Арктика в один клик, то мы знаем, что на Пхукете тоже можно отдохнуть, в принципе, за 30 долларов за ночь. Вот, поэтому, друзья, будем надеяться, что скоро все закончится и наша жизнь, наконец-таки, наполнится позитивом. Так же, как наш блог позитивных и хороших новостей. Смотрим, а потом возвращаемся, разрезаем пашот и начинаем пробовать наши бутерброды. Никуда, не переключайтесь. Это Сей Террас – главный участник легендарного цветочного фестиваля в Колумбии. В переводе с испанского – носильщик. Более 300 лет страна была колонией Испании. Рабство отменили лишь в 1851 году. Теперь местные жители подчёркивают – за их спиной только композиции из цветов и никак не тяжёлые грузы. Такой фестиваль под Медельином проводят более 60 лет. Ежегодно он собирает десятки тысяч туристов. Перелёты, организованные в эти дни, называли цветочными рейсами. Несмотря на пандемию, действие состоялось и в этот раз, но в более скромном виде. «Я хотел бы сказать жителям Колумбии – не теряйте надежду и веру. Всё плохое пройдёт. Мы не должны потерять главное, что всегда определяло нашу нацию – умение быть счастливым. Взбодрись, Колумбия! Не время быть несчастными». Горная местность вокруг Медельина славится своими цветами. Местные жители поколениями занимаются их выращиванием. Эти места также называют городом Вечной Весны и столицей орхидей. Участники готовятся к фестивалю целый год. На изготовление каждой композиции уходит до 70 видов цветов. Самые популярные – розы, лилии, орхидеи, хризантемы и гладиолусы. «Это работа, которая делается с большой любовью. Даже в пору пандемии мы можем поддерживать друг друга, радоваться участию в параде. Всё поменялось, но появилось и много хорошего. Мы вновь обрели крепкую связь с семьёй и представляем здесь мечты, родившиеся в наших семьях, у наших детей, супругов и родителей». Колумбия занимает второе после Нидерландов место в мировой цветочной индустрии. Знаменитый Йоркский собор в Англии вновь закрылся для публики из-за повторного карантина. Но реставрационные работы в готическом храме продолжаются. Они начались четыре года назад и продлятся ещё семь лет. На ремонт уйдёт 11 миллионов фунтов стерлингов. Фундамент Йоркского собора заложили в 1220 году, а закончилось строительство через 250 лет. Однако история христианской веры в Йорке началась намного раньше. Согласно письменным свидетельствам, христианская община существовала здесь уже в четвёртом столетии. Сейчас реставраторы ремонтируют Южный предел, построенный во второй половине XIV века. Его возводили 60 лет. Теперь наружная отделка крошится и отваливается. Готический храм сделан из известняка. Камень, возможно, и выглядел крепким, но происходит химическая реакция. И вскоре появляются пещеристые полости, которые быстро растут и расширяются. Мы хотим убрать весь этот камень снаружи здания и заменить его доломитовым известняком. Другие специалисты реставрируют средневековые витражи. Раньше треснувшие стёкла скрепляли свинцовыми полосками. Это портило изображение. Мы убрали свинцовые полоски и используем современные эпоксидные смолы, чтобы соединить все части. Вот здесь, вокруг глаза, были утрачены некоторые детали. Сзади мы подложили пластину, чтобы укрепить стекло. Потом мы наложили краску туда, где её не было. Но рисовали не на средневековом стекле, а на пластине. Реставраторы добрались и до органа. Этот инструмент был создан в 1832 году. Он заменил старый орган, который сгорел во время пожара. «Органы, особенно в соборах, ежедневно играют по несколько часов. То есть они сильно изнашиваются. Поэтому каждые 30 лет их нужно чистить и делать мелкий ремонт. А раз в столетие проводится более крупная работа. В последний раз она проходила в Йорке в 1903 году». Капитальный ремонт органа начался два года назад. Более пяти тысяч труб сняли и отправили на реставрацию в Дарим. Их уже вернули, и теперь специалисты устанавливают трубы в орган. Потом инструмент будут настраивать. Он вновь зазвучит на Пасху в следующем году. Ремонт органа обойдётся в два миллиона фунтов стерлингов. Йоркский собор – один из крупнейших готических храмов в Северной Европе. Ну вот, всё, Тань, наконец-то наступил этот момент. Итак, как знаешь, перерезают красную ленту. Так у тебя торжественное открытие пашота на нашем бутерброде. Итак, оп. Всё. Ну всё, у нас всё красиво вытекает. Значит, мы сделали всё правильно. Да, всё. Сегодня готовили такие быстрые бутерброды, быстрый перекус. Смотри, вот этот самый большой бутерброд для тебя. Я старалась для тебя. Сейчас я красиво посыплю кунжутными семечками. Но не переборщи. Я не хочу, чтобы из этого яйца выросло кунжутное дерево. Итак, ну что, посыпаем, друзья. Вот, что, быстренько. Можно я запомнил рецепт, можно я его расскажу? Расскажи, давай, давай. Для тех, кто потом хорохорится, что я знаю все рецепты. Берём тостовый хлеб. Если нет тостера, как у нас, обжариваем его с двух сторон для румяной корочки. Обмазываем творожным сыром. Режем свежий помидорчик. Можно, конечно, обжарить, но мы сегодня решили не обжаривать. Решили простенько, быстренько. И можно ещё лист салата положить, правда? Вот, да. Рыбку красненькую порезали и сделали яйцо пашот. Вскипятили воду, добавили туда чуть-чуть уксуса. Сделали вороночку, яйцо вылили, достали и выложили. Вот такое, друзья, простые, но очень вкусные, прекрасные, шикарные бутерброды сегодня у нас получились. В Инстаграм мы всё это выложим. Напоминаем, что ещё раз присылайте свои любимые рецепты к нам в Инстаграм, в Директ. Смотрите нас на Ютьюбе, смотрите нас каждый день по будням, друзья, потому что мы вам всегда очень рады. И стараемся для вас. И стараемся для вас. С вами сегодня работали Татьяна Семеник. Андрей Казицкий. Это программа ЕСТ, канал Телемикс. Мы с вами прощаемся. Вы никуда не переключайтесь, не болейте. Это самое главное. Самое главное, да. Не устоим повторять, главное не болейте. И не переключайте нас в канал, потому что дальше будет тоже что-то интересненькое, что именно узнать совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok